Волна недовольства после назначения председателя Конституционного суда нарастает. В Министерстве экономики продажу Международного Кишневского аэропорта назвали государственным предательством. Непростые темы и острые вопросы. Итоги трехчасовых переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона на Лазурном берегу. Вашингтон провел испытания крылатой ракеты «Тамагавк», которую в свое время запрещал ДРСМД. День рождения только раз в году. Сегодня 50 лет исполняется любимцу советских детей Чебурашки. Неоднозначную реакцию вызвала прошедшая накануне назначение председателя Конституционного суда у магистратов, инстанции и политиков. Судья Домника Манули просит пересмотреть результаты голосования за главу КС Владимира Цуркана. Документ она опубликовала на своей странице в соцсетях. Магистрат Люба Шова заявила, что избрание Цуркана было запланировано заранее. Комментарии судей вызвали неодобрение со стороны членов партии социалистов. Они привели свои аргументы в пользу нового председателя Конституционного суда. По мнению судей Доминики Манули, результаты голосования за председателя Конституционного суда необходимо пересмотреть, так как стали частично известны голоса судей, несмотря на то, что, согласно закону, это является тайной. Документ Манули опубликовала на своей странице в соцсетях. Она также заявила, что отказывается сообщить, за кого отдала свой голос, как того потребовала накануне премьер-министр Майя Санду. «Секрет голосования за председателя КС является конституционным принципом, указанным в 136-й статье Конституции. В связи с этим судьи инстанции обязаны этот принцип соблюдать, вне зависимости от его полезности и логики». Написала Манули. Другой судья Конституционного суда, вице-председатель Люба Шова, скрывать этот момент не стала и открыто сообщила, за кого отдала свой голос. «Я заявляю перед всем народом, что я проголосовала за себя. Логично было бы предположить, что мне отдал свой голос и тот, кто выдвинул мою кандидатуру на должность председателя. Далее голосование было секретным. Я не знаю, кто за кого проголосовал, но результат был 4 на 2», заявила Шова на одном из частных телеканалов. Она также выдвинула предположение, что решение избрать главой КС Владимира Цуркана было принято заранее. Мнение Шова прокомментировал и сам Цуркан. «Мне жаль, что она делает такие заявления. Я думаю, что это просто болезненная реакция на то, что ее не поддержали. Но, пожалуйста, я не хочу обвинять ее. Она моя коллега, женщина. Я верю, что эмоции момента пройдут, и это будет нормальное сотрудничество». Заявил Владимир Цуркан. Прокомментировали решение судей КС и представителей парламента и правительства. Министр внутренних дел Андрей Анастасия написал в соцсетях, что произошедшее в Конституционном суде может скомпрометировать прозрачность, которую Блококум обязался соблюдать с момента своего основания. Голосование за председателя Конституционного суда спровоцировало в обществе серию подозрений и спекуляций. И позволило создать ряд гипотез, которые могут скомпрометировать проект деолигархизации Молдовы и освобождение юстиции из-под политического влияния. Написал Анастасий в соцсетях. В противовес его словам депутат от партии «Социалистов» Василий Боля заявил, что приветствует назначение Владимира Цуркана на должность председателя Конституционного суда. «Интересно, а когда все 35 членов партии «Социалистов» проголосовали за инвестирование правительства, это не было плохо? Я уверен в профессионализме нынешнего состава Конституционного суда. Я уверен, что назначенные ранее судьи Конституционного суда будут руководствоваться только Конституцией». Отметил Боля. Напомним, накануне премьер-министр Майосанду заявила, что избрание Владимира Цуркана еще больше подрывает доверие Конституционному суду. Она также потребовала, чтобы каждый магистрат публично оповестил, за кого отдал свой голос. Президент Игорь Дадон написал в соцсетях, что высоко оценивает профессиональное качество нового председателя Владимира Цуркана и рассчитывает на плодотворную деятельность инстанции. Стоимость сделки, в результате которой Международный Кишиневский аэропорт сменил владельца, не разглашается. Прочие условия и договоренности в компании, которая приобрела воздушную гавань, сообщать также отказались. Однако заверили, что в сентябре о планах фирмы все же расскажут, но тем не менее не называя суммы. Сегодня смену владельца прокомментировал министр экономики Вадим Бронзан. Накануне концессионер Кишиневского аэропорта продал 95% акций компании, принадлежащей Натаниэлю Ротшильду. Эта сделка была заключена на фоне требования депутатов Генпрокуратуре и Национальному антикоррупционному центру открыть уголовные дела на чиновников, участвовавших в процедуре сдачи в концессию столичной авиагавани. Сегодня на пресс-конференции глава Минэкономики Вадим Бронзан заявил, что процедура заключения контракта о продаже аэропорта была незаконной. К сожалению, в Молдове не существует механизма блокирования подобных организаций. Мы в Министерстве экономики считаем, что изначально контракт был составлен и подписан с нарушениями. Не были соблюдены процедуры. Этот контракт нанес ущерб национальным интересам Молдовы. И мы будем просить, чтобы расследование положения этого контракта продолжилось. По моему личному мнению, произошло государственное предательство. Также Вадим Бронзан заявил, что попросит включить вопрос о продаже Кишиневского аэропорта в повестку дня Высшего совета безопасности. Глава Минэкономики добавил, что сейчас у него в планах развитие еще одного аэропорта в Молдове, расположенного в Маркулештах. Министр уточнил, что эта воздушная гавань сможет соединять Молдову с рядом румынских городов, например, с Ясами и Тимишарой. Сейчас Минэкономики находится в поиске инвесторов. Восемь инспекторов пограничной службы Леушины Албийца обвиняются в пассивной коррупции. Видео с получением взятки от физических лиц опубликовала служба внутренней защиты и борьбы с коррупцией. По данным ведомства, в течение 2018 года пограничники брали мзду за незаконный провоз товаров в размере от 200 до 1000 лев. Деньги таможенникам передавали в документах и после их получения те не проводили досмотра. В правонарушении задействованы и 20 физических лиц. Прокуроры завершили расследование и передали дело в суд. Если вину пограничников докажут, им грозит штраф до 100 тысяч лев и запрет занимать определенные должности на срок до 5 лет. Новые подозрения по делу о краже миллиарда намерен проверить председатель следственной комиссии Александр Слуцарь. Сегодня в соцсетях он сообщил о том, что обратился в Генеральную прокуратуру, Службу информации и безопасности, а также антикоррупционный центр с запросом проверить факт приобретения некоторыми компаниями Влада Плохотнюка большинства акций БЕМ в 2013 году. У нас есть подозрение, что акции БЕМ в 2013 году были приобретены компаниями Плохотнюка после того, как государство было лишено контрольного пакета. Мы просим специализированные службы проверить этот факт, в том числе посредством международного сотрудничества. Генеральная прокуратура, СИБ и НАЦ запрос Слуцаря пока не прокомментировали. Также еще нет реакции от земпартии, лидером которой являлся Влад Плохотнюк. Министерство экономики намерено провести аудит в компаниях, которые поставляют электроэнергию. Как сообщил глава ведомства Вадим Бронзан, результаты покажут, какие расходы компании привели к недавнему повышению тарифов на электричество. Министр экономики уточнил, что повышение было неминуемое и должно было произойти еще в начале нынешнего года, однако предыдущее правительство искусственно поддерживало цены на прежнем уровне. В то же время Кабмин не будет предпринимать действия, чтобы приостановить подорожание электричества. Вместо этого министерство сейчас рассматривает возможность предоставления финансовой помощи гражданам с низкими доходами, которые не смогут оплачивать счета. Увеличились доходы от налогов, поступающих в столичный бюджет от экономических агентов. Как сообщил глава управления торговли Марчелло Замбицки, план перевыполнен на 12%. К концу июля муниципальная казна пополнилась на 85 миллионов лев. Замбицкий также рассказал о сносе киосков в муниципе и о работе торговых точек в парках и других зонах отдыха. Глава управления торговли Марчелл Замбицкий сообщил, что до конца этого года мэрия планировала получить от экономических агентов налоги на 122 миллиона лев, а к концу июля – 70 миллионов. План перевыполнен на 12% или на 15 миллионов лев, уточнил Замбицкий. Он напомнил, что с начала года мэрия снесла около 180 киосков. Взамен в парках и зонах отдыха на летний период разрешили открыть 40 торговых точек с мороженым, кофе и прохладительными напитками. В парке «Долина Рос» было разрешено размещение максимум 10 торговых точек. Сейчас там установлено 10 единиц и 3 террасы. В парке «Валя Морилор» было запланировано 13 единиц, установлено 9. В сфере кафедрального собора было запланировано 4, установлено 8. В парке «Штефуна Чалмария» разрешена установка 4 точек, работают 5 и 1 терраса. Исполняющий обязанности мэра Адриан Талмач напомнил, что киоски в парках будут работать только до 1 ноября. А в будущем году план размещения оптимизируют. Мы попытались в качестве эксперимента регламентировать установку мобильных точек в парках. И понятно, что были совершены ошибки. Нам предстоит их исправить в течение года. Отметим, что всего в Кишиневе работают более 30,5 тысяч торговых зон, включая киоски, магазины, рынки и коммерческие центры. Вызовы ложные, а деньги вот реальные. Более 400 тысяч лев тратится из бюджета каждые полгода на выезд бригад неотложки по несрочным или шуточным обращениям. Цифру сообщили в Национальном центре до госпитальной скорой медпомощи. Выезд одного экипажа обходится примерно в 700 лев. И хотя представители всех служб экстренной помощи не раз говорили, чья-то злая шутка может стоить жизни другому человеку, ложных вызовов от этого, увы, меньше не становится. С декабря 2018 года даже повысили штраф за такое правонарушение до 3000 лев в пользу государства. Альтернативное, правда, наказание осталось тем же, до 60 часов неоплачиваемых общественных работ. Затягивается экспертиза краски для дорожной разметки. Об этом заявили накануне над заседанием в Кишиневской мэрии. Ранее большинство молдавских телеканалов и горожане обратили внимание на то, что свеженанесенная маркировка на зебрах стирается и выцветает менее чем за месяц. Работы по нанесению разметки на пешеходных переходах приостановили еще в конце июля, а тонны краски отправили на экспертизу. Ее результаты должны были быть готовы за неделю, однако этого не произошло. Нам должны были сообщить результаты экспертизы, но информации нет. Краску на исследование отправило монпредприятие Эксдрупа. На сегодняшний день о результатах меня еще не проинформировали. В ближайшее время сможем прояснить ситуацию. Лично у меня тоже есть вопросы по разметке в этом году. Адриан Балдуреско заверил, что как только данные ему сообщат, он оповестит общественность. Планировалось, что разметку рабочие нанесут до конца лета. На сегодняшний день освежили около 20% пешеходных переходов в столице. Глава управления транспорта отметил, что в первую очередь обновляют маркировку возле учебных заведений. По его словам, проблема возникла лишь в отношении красно-белых зебр. А нанесение разметки белой краской продолжается. Впервые в Молдове патрульные попытались разгрузить транспортный поток с помощью реверсивного движения. Эксперимент провели на столичной улице Олегу Руссо в сторону сектора Рыжкановка. По данным Национального инспектората патрулирования, в час пик одну из встречных полос огородили и направили по ней машины. Вечером эксперимент повторился уже в сторону сектора Чеканы. Полиция будет устанавливать на улице Олегу Руссо реверсивное движение в течение нескольких дней. Если этот метод окажется эффективным, на постоянной основе будет установлена соответствующая схема движения. За прошлую неделю Генеральная прокуратура предъявила обвинение 231 человеку. Цифры указаны в еженедельном отчете ведомства. На основании доказательств, предъявленных правоохранителями, суд вынес приговоры по 202 уголовным делам. Из них 56 по особо тяжким и тяжким преступлениям. О других цифрах и фактах далее в нашей рубрике «Короткой строкой». Накануне президент раскритиковал решение Наре повысить тарифы на электроэнергию и призвал Кабмин приостановить действие постановления. На следующей неделе Игорь Дадон намерен выдвинуть инициативу о поправках в закон на социальной помощи. Изменения подразумевают, что коэффициент минимального гарантированного ежемесячного дохода при определении права на компенсацию в отопительный сезон будет увеличен. Садоводы призвали министра сельского хозяйства Джадже Туминку модернизировать систему защиты от града. Они предложили оснастить многолетние плантации системами поддержки антиградовыми сетками, которые зарекомендовали себя лучше антиградовых ракет. Аграрии считают, что сделать это можно за счет субсидируемого страхования и инвестиций в производственную структуру плодоводства. На предприятии АО «Молдова-Газ», 50% которого принадлежит российскому «Газпрому», ожидаются кадровые перестановки. На внеочередном общем заседании акционеров, запланированном на 20 сентября, намечено принять решение о досрочном прекращении полномочий некоторых членов Наблюдательного совета общества и об избрании двух новых. Президент Игорь Дадон накануне пообщался с главой делегации Евросоюза в Молдове Петером Михалко. Они обсудили отношения между ЕС и нашей страной и текущую ситуацию. Дадон поблагодарил Михалко за постоянную поддержку, оказываемую европейскими партнерами новой власти. В столице участились случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Накануне на заседании в мэрии представители Управления здравоохранения сообщили, что на прошлой неделе врачи зарегистрировали более 500 заболевших. Это на 100 пациентов больше, чем неделей ранее. 263 из общего числа больных – дети. В Бельцах планируют мероприятие для празднования 75-й годовщины завершения Яско-Кишиневской операции. 24 августа на центральной площади города в память о погибших героях зажгут свечи и запустят в небо шары, после чего объявят минуту молчания. Мероприятия завершат салютом. Левобережье Днестра готовится к новому учебному году. Ремонт в школах завершается. Платить за аренду учебников приднестровским школьникам не придется, а с 2020-го бесплатными станут и тетради. Власти берут эти расходы на себя. Также все канцелярские принадлежности для воспитанников детсадов оплачивать будут за счет бюджета. Стали известны имена первых потенциальных кандидатов, готовых вступить в предвыборную гонку за кресло столичного городоначальника. О своем возможном участии заявил председатель Европейского общественно-политического центра Георгий Костандаки. Во время пресс-конференции он заявил, что знает, как навести порядок в городе. Ранее в ПСРМ сообщили, что партия выбрала Иона Чебана. Один из лидеров политформирования ПАС Михаил Папшой рассказал журналистам, что блок АКУМ выдвинет главу МВД Андрея Анастасия. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Обзор новостей из-за рубежа. Начнем со встречи, к которой было приковано внимание мировой общественности. Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Мануэля Макрона. Переговоры прошли накануне на Лазурном побережье по инициативе лидера Пятой Республики в его летней резиденции Бриганцун. Главными темами стали ситуация на Ближнем Востоке и возможность подготовки саммита в нормандском формате, а также обстановку в мире после развала договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и перестройкам отношений Москвы и Евросоюза. Владимир Путин появился в Форте Бригансон с цветами, которые он протянул Бриджит Макрон. Все говорило о теплоте встречи и обмен репликами и настроения. Президент Франции Мануэль Макрон подчеркнул значимость момента. Для меня очень важна наша встреча, потому что сегодня мы переживаем исторический момент в международных отношениях. Я верю в то, что сегодняшнее присутствие господина Путина здесь, в Бригансоне, является очень важным. Спасибо, дорогой Владимир, за то, что ты сегодня приехал в Бригансон, за то, что ты выделил на это время. Я очень рад твоему присутствию здесь. Я со своей стороны хочу поблагодарить президента Французской Республики за приглашение в это замечательное место. Мы с высоты птичьего полета, с вертолетов, посмотрели, как хороший этот уголок Франции, как он красив. Макрон еще так любезен, что всю нашу делегацию посадил в тень, а сам, если вы, делегация сидит на солнце. Поэтому я постараюсь быть кратким. Речь зашла о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который недавно прекратил существование и перспективах другого важного договора СНВ-3. Но по-прежнему нет никаких инициатив от США, подчеркивает президент России, и также неясна роль Европы. Что касается ДРСМД, Россия дала обещание, что ракеты не будут размещаться в тех регионах, где не будет американских ракет. Но ведь может возникнуть такая ситуация, что у Москвы не останется выбора. Если такие ударные комплексы будут производиться с Соединенными Штатами, мы тоже будем это делать. Но мы не будем их размещать до тех пор в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода. На встречу был затронут целый ряд международных вопросов. Это Иран и Сирия. Обсуждалась и ситуация на Украине. Глава российского государства еще раз подчеркнул, что альтернативы нормандскому формату не существует. Также Владимир Путин отметил роль, которую сейчас играет Франция в налаживании отношений России с Европой. Это в частности возвращение российской делегации в ПАСЭМ. Любопытно, что встреча президентов состоялась фактически за несколько дней до саммита J7, который пройдет в Биорице. Французская журналистка спросила Путина о J8, настроена ли Россия возвращаться в восьмерку. Что касается восьмерки, о которой вы сказали, так ее не существует. Как же я могу возвратиться в организацию, которая не существует? Это семерка. Сегодня это семерка. Что касается возможного формата в рамках восьми государств, мы никогда ничего не отказываемся. Была очередь России провести восьмерку в свое время, и наши партнеры не приехали. Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках семерки. Прозвучали вопросы о митингах, которые состоялись в Москве. Путин подчеркнул, что все это связано с электоральным циклом, предстоящими выборами в Мосгордуму. И отметил, что протесты происходят не только в России. Граждане имеют право на мирное соответствие с действующим законом протеста. А власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон. И доводить ситуацию до абсурда, либо до столкновений с властями. Это нарушение закона. И все, кто виновен в этих нарушениях, должны быть привлечены к ответственности в соответствии с этим самым российским законом. Ну, как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях, а мне неудобно об этом говорить. Но мы все знаем события, связанные с так называемыми желтыми жилетами. В ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, где-то погибло 11 человек. Две с половиной тысячи получили ранения. Две тысячи полицейских в том числе. Значит, мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице. И будем делать все для того, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона. Президент сказал, что во Франции были демонстрации протеста. Да, действительно, граждане получили ранения, полицейские получили ранения. И это меня очень беспокоит. Естественно, необходимо сделать так, чтобы каждый гражданин мог выразить свое мнение. Но нельзя смириться с тем, чтобы люди нарушали общественный порядок. Но мы не можем так же мириться и с ситуацией, когда органы правопорядка попирают законные права граждан. Поэтому необходимо, чтобы люди могли участвовать в мирных демонстрациях. Мы именно так и делаем. И дважды, и в июле, и в августе этого года, были проведены массовые мероприятия. Были митинги тех граждан, которые хотели выразить подобным образом свой протест. Они были заявлены, эти мероприятия, и санкционированы властями. Прошли мирно и без всяких экстезов. Встреча на Лазурном побережье длилась три часа. Форт Бригансон – это летняя резиденция президента Франции. Старинная крепость между Ницей и Марселем. При этом она оборудована по последнему слову техники, чтобы принимать высоких гостей. Местом отдыха французских лидеров этот форт сделал генерал Шарль Деголь, побывавший там в 1964 году. Москва не поддастся на провокации США и не позволит втянуть себя в гонку вооружений. Такое заявление сделал МИД России в ответ на испытание крылатой ракеты «Тамагавк». Ее в свое время запрещал договор о ликвидации из ракет средней и меньшей дальности. Пуск произвели на Западе США с наземной мобильной пусковой установки. Снаряд поразил цель, преодолев более 500 километров. Как пишут мировые СМИ, после окончательного выхода Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прошло менее трех недель. И очевидно, что американские военные просто не могли создать такое оружие в столь короткий срок. Это означает, что Америка проектировала ракету задолго до того, как было разорвано соглашение. Как заявил глава Комитета по международным делам Константин Косачев, размещение испытанных США новых крылатых ракет в Азии или Европе станет прямой военной угрозой для России. Если события будут развиваться по такому сценарию, Москва будет вынуждена принять ответные меры. В Италии разгорается очередной политический кризис. Стране грозят досрочные парламентские выборы на фоне развала коалиции. Сегодня в Сенате пройдут дебаты о доверии к кабинету Джузеппе Конте. Чтобы принять в нем участие, депутатам даже пришлось экстренно прервать свои отпуска. Сто лет в Италии такого не было. Кризис. В августе депутаты парламента вызваны из отпусков. Вселить от времени очередное заседание. Вопрос, а вот у недоверия правительства внесла партия Лига во главе с Матео Сальвини, когда разногласия в коалиции между Лигой и движением «Пять звезд» стали непреодолимыми. Смелости Матео Сальвини, конечно же, придали рейтинги, согласно которым у него 40% поддержки избирателей. Это значит, что в случае досрочных выборов Лиге уже не нужно будет идти на сомнительные сделки, делить портфели с партией, с которой у нее мало общего. Популярность Сальвини заработал на посту министра внутренних дел, закрыв итальянский порт и для шлюпок с мигрантами и гуманитарных кораблей, делая активные заявления о необходимости отмены санкций против России. Чем больше министр критиковал Брюссель, тем стремительнее рос его рейтинг. Кризис начался полторы недели назад. Вместе с ним был запущен механизм переговоров между партиями, пытающимися нащупать возможности новых объединений и новых коалиций в попытке не допустить Лигу к власти. В любом случае, все решится сегодня в парламенте, где сначала должен выступить премьер Конте, он еще пишет речь, после чего, возможно, даже не дожидаясь дебатов и голосования о вотуме недоверия, глава Кабмина попросит об отставке президента страны. Сэрджи Маттерелло накануне вернулся из отпуска и уже начал консультации с приближенными. Президент пытается понять, к чему стоит готовиться Италия. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие представители его правительства опровергли сообщение о том, что Лондон не готов к выходу из Евросоюза по так называемому жесткому сценарию. Также, по их словам, не идет речи и об угрозе продовольственного кризиса из-за Брексита. Как заявляют в Кабмине, эти страхи основаны на устаревших документах правительства, в которых приводились наихудшие варианты развития событий, а не наиболее вероятные. Утечка из досье по подготовке к Брекситу произошла незадолго до переговоров британского премьера с европейскими лидерами. В среду Борис Джонсон встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, а в четверг с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что он будет добиваться заключения нового соглашения об условиях выхода Британии из ЕС. Как сообщило британское издание Sandy Times со ссылкой на правительственные документы, которые попали в его распоряжение, Британия может столкнуться с нехваткой продуктов питания, медикаментов и топлива в случае выхода из Европейского Союза без соглашения. В них также говорится, что при сценарии жесткого Брексита будет создана полноценная граница с Ирландией, а также возрастут расходы на социальное обеспечение. Все это, как отмечает издание, приведет к росту общественных беспорядков, а накаливание ситуации на границе с Ирландией может довести до массовых протестов. Однако Майкл Гоуф, отвечающий за подготовку к возможному выходу из ЕС без сделки, говорит, что эта информация вырвана из контекста. Я думаю, что некоторые опасения по поводу отсутствия сделки по Брекситу были преувеличены. Это, безусловно, тот случай, когда на дороге будут какие-то неровности, некоторые разрушительные элементы в случае бездействия. Но документ, который появился в Sandy Times, предусматривал развитие наихудшей ситуации, проектирование которой позволяло нам предпринять шаги для ее смягчения. И мы предприняли ряд таких шагов. В политических кругах Британии публикация доклада вызвала предсказуемую реакцию. Противники выхода из ЕС используют его как подтверждение своих наихудших прогнозов, тогда как сторонники Брексита призывают не нагнетать обстановку. Новые правила дорожного движения могут уже в этом году вступить в силу в Германии. Министр транспорта Андрейс Шойер предложил ввести ряд изменений в действующее законодательство. По мнению экспертов, транспортной сферы это коснется прежде всего незаконной парковки. Эксперты транспортной сферы возмущаются, что автомобилисты оставляют свои средства передвижения на тротуарах, пешеходных переходах, велосипедных дорожках, а также прямо на проезжей части. Мы наблюдаем невероятное увеличение случаев парковки во втором ряду. Это превратилось в своего рода спорт. Будет правильным со стороны правительства увеличить наказание за это правонарушение. Министр Шойер предлагает увеличить штрафы за незаконную парковку до 100 евро, что в три раза больше максимального финансового наказания на данный момент. Среди положительных нововведений возможность передвигаться по городским автобусным полосам автомобилистам с как минимум тремя пассажирами. Коснутся новые правила и водители электросамокатов, которые в городских условиях смогут обгонять автомобили, соблюдая безопасную дистанцию в полтора метра. В аэропорту Кольцово рейсы из Таиланда, Вьетнама и Индии уже давно называют фруктовыми. На багажной ленте разноцветных корзинах порой больше, чем чемоданов. Привезли мангустины, маракуйя, манго. У нас в магазинах это очень дорого все, а там нормально приемлемая цена. Таких фруктов у нас нету на юге. Они очень вкусные, полезные, очень много витаминов. Но теперь такая экзотическая польза будет в меру. Вводятся жесткие ограничения на провоз. Пассажиры, конечно, могут съесть излишки до таможенного контроля, так как затем фрукты придется выбросить. Службой Росинкоснадзора в залах прилета будут организованы специальные места, куда физические лица смогут это все выбросить. Дальше эти плоды обработают хлоркой сожгут. Ни о какой благотворительности не может быть речи, так как заокеанские фрукты, по мнению специалистов, таят в себе потенциальную угрозу. Те страны, как Шри-Ланка, Таиланд, Вьетнам, Тайвань, характерные карантинные объекты, как фруктовая муха и муха-горбатка. Муха-горбатка, она еще опасна для человека, она является переносчиком инфекции. Впрочем, большие объемы под карантинной продукции провести все-таки можно, но для этого необходимо будет оформить фитосанитарный сертификат. А вот скрыть санкционные плоды сверх нормы не удастся. Пытаться обмануть таможню тоже не стоит, за это можно получить штраф. Специалисты рекомендуют туристам не набирать лишние килограммы или избавиться от них добровольно. Новейшая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на ходовые испытания в акватории Балтийского моря. Это дизель-электрическая субмарина, ее главное оружие – крылатые ракеты «Калибр». Подлодка практически бесшумная и способна пройти свыше 10 тысяч километров, не поднимаясь на поверхность. Глубина погружения до 300 метров. Вскоре она пополнит Тихоокенский флот России. В ближайшие три года на Дальний Восток отправятся шесть таких субмарин. Историческую победу празднуют защитники животных. Совсем скоро продажа диких африканских слонов в зоопарке или для дальнейшего их использования в сфере развлечений может оказаться под запретом. Эту идею поддержало большинство государств участников Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимся под угрозой исчезновения. Если 28 августа решение будет утверждено на пленарном заседании конференции СИТЭС, слонов можно будет увидеть лишь в заповедниках, в их естественных условиях обитания. Ситуация критическая. Еще несколько лет назад на континенте проживали более миллиона особей. Но ежегодно мы теряем около 35 тысяч слонов. На карту поставлено их выживание. Сейчас на континенте меньше, чем полмиллиона слонов. Если так продолжится, в Африке их не останется. Главная причина резкого сокращения популяции – спрос на слоновую кость. Также на проходящей в Женеве конференции делегаты из 180 стран, в том числе и России, обсуждают защиту жирафов, число которых только за последние 30 лет сократилось на 40%. И ограничение на промысел акульих плавников, при котором зачастую еще живое, но изуродованное животное выбрасывается обратно в океан. По данным ООН, из-за воздействия человека на окружающую среду, сегодня около миллиона видов животных и растений на грани исчезновения. Сегодня юбилей у одного из самых известных и необычных мультперсонажей советского киноэкрана «Чебурашки стукнуло 50». Невиданный в природе зверек с большими ушами сразу после выхода в прокат в 1969 году стал любимцем всех детей. Неизвестные подробности жизни легендарного героя детства в следующем репортаже. Художник Леонид Шварцман на «Чебурашкой» бился больше трех месяцев. От совиных глаз и длинного хвоста отказался сразу. Ножки посоветовали убрать мультипликаторы. Проще было передвигать одни ступни. Вначале уши у меня были наверху, как обычно бывает. Причем уши небольшого размера, но постепенно во время работы они у меня увеличивались. В итоге получился зверек очень похожий на ребенка. Это тот самый эскиз, по которому мастер изготовил куклу из необычного материала. Эта шерсть очень интересная. Это ползунки детские. Озвучивала «Чебурашку» Клара Румянова, подарившая голос сотни мультперсонажей. Я был когда-то странной игрушкой безымянной. Типичного советского интеллигента, пусть и с крокодилием хвостом, дублировал Василий Ливанов. Молодой корока. Старуха Шупакляк озвучивал актер Владимир Раудбард. Известны по роли в фильме «Операция Э» и другие приключения Шурика. Людям помогает. Лишь тратить время зря. Профессор, конечно, лапух, но аппаратура при нем. Сразу после премьеры Чебурашка околдовал всех детей Советского Союза. Своим простодушием, своей детскостью, как любой ребенок, который что-то нелепо делает, но он всегда вызывает улыбку. Пусть бегут неуклюже, Гена, кажется, спел на всех языках мира. В Японии режиссер Макото Накамора рискнул выпустить продолжение, полностью сохранив эстетику советского мультфильма. В России тоже обсуждают новые истории про Чебурашку. Только в этом году урегулировали правовые вопросы, связанные с правами на Чебурашку. Продолжение возможно. В новой технологии сделали мультик для внутреннего пользования о переезде Союзмультфильма в новое здание. Лена, а это точно понадобится. Ему уже 50, но это все тот же трогательный малыш, который создан для того, чтобы искать друзей среди новых юных зрителей. Ура! Таковы вести. Больше информации можете найти на нашем сайте rtr.md. С вами была Галина Попова. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова